Здравствуйте, дорогие друзья. Наша недельная глава Шмот открывает вторую книгу Пятикнижья, то, что называют книгой исхода. И мы в ней интересуемся не только конвой там сюжета, не только фактами древней истории. Самое главное, что Тора это живое указание каждому, вот как мы выискиваем там символы Торы, которые обращены в будущее. Тора она актуальна для сегодняшнего, для нас. Если она не работает как помощь нам сегодня, то это просто очередной и какой-то исторический источник. Поэтому в этой недельной главе начинается описание того, каковы духовные механизмы порабощения человека и нации, и преодоления рабства. И что самое важное, суть духовного раскрепощения и спасения человека. Как спасаться в этих условиях? Фараон знал то, что потом использовалось любыми тиранами в веках. Когда людей ставят трудные условия, они начинают с большой, с большей, точнее, строгостью относиться к друг другу. Кому-то начинает казаться, что ему хуже, чем соседу, что кто-то отлынивает, кто-то должен тянуть лямпу. Начинается что? Борьба за справедливость. Люди изо всех сил бьются для того, чтобы все в равной мере страдали, вместо того, чтобы бороться за избавление от страдания. Это мудрецы так написали. Былая дружба тогда, единство, взаимопомощь, все забывается. И начинаются склоки, придирки, доносы. И вот получаем, что получаем. И люди обречены на подчинение очередному любимому фараону, обречены на войну между собой. Тора все это предсказала. Но в Торе есть и рецепты выхода из ситуации. Короткая притча, чтобы рассказать этот рецепт. В позапрошлом веке жил в Подолии. Пуриц, помещик Пуриц, большой Пуриц, любивший лошадей, не пропускавший ни одной иконной ярмарки. Он специально отбирал лошадей. И как-то он собрался на такую ярмарку и запряг украшение своей конюшни. Орловского и Донского жеребцов. И вот Пуриц, как он шиком думал, подкатит, там красиво, там все залюбуются, он номер один. Но с самого начала как-то поездка не заладилась. Орловский тянул влево, Донской вправо. И кучер там бедный трудился, чтобы выравнивать коляску. И как только попали в глубокую такую яму на дороге, застряли. И кучер хлещет лошадей, кнутом, ничего не помогает. Вдруг на дороге из леса такая телега, еще с рубленными деревьями выгруженная. И две клячи еле-еле тянутые. И в рейсе сидит на облучке такой старый. Ну, Пуриц думает, сейчас посмотрим, как он заедет. Сейчас он хуже меня застрянет. Телега действительно заехала, остановилась. Тут хлестнул одной из клячей. Они спокойно вытащили телегу из грязи. Собирались ехать. Ну, помещик тут же подбежал, остановил их. Объяснил, что это такое. Почему два моих рысака не могут вытащить легкую коляску, а твои две старые клячи тяжелую повозку прямо вытолкали? Потому, говорит ему старый еврей, что каждый из твоих холеных жеребцов видит себя пупом земли. Он никак не связан с соседом. Мало того, тот, кто рядом по упряжке, он не думает, что он брат или кто-то. Когда кучерк его бьет одного, то второй ему совершенно безразлично. Он не переживает за своего напарника. А мои две старые клячи, они как братья. Они чувствуют себя в одной упряжке. И когда я хлестнул одну, то второй стало больно. И они вдвоем уперлись. И дело было сделано, потому что даже две старые клячи все равно лучше, чем один рысак. Мудрецы сказали, единство это код выживания. Все, ничего, все остальное мы придумываем сами. Мы придумываем себе проблемы, написано. Вообще сказано, что Бог так устроил этот мир, что мы во многом, ну слава Богу, не во всем, создаем погоду в этом мире. Не Бог творит зло, сказали мудрецы, а мы. Несправедливость такая этого мира, соответственно, это то, что мы несправедливо относимся к миру. Нужно сделать над собой какое-то усилие, чтобы стать частью добра, иметь хотя бы какое-то моральное право на победу добра в этой жизни. Если какие-то события у вас вызывают духовно-душевную боль, сказали мудрецы, в первую очередь спросите у себя. А что я сделал, чтобы это событие не произошло? Если бы сейчас что-то происходит на земле, что кажется мне проблемой, катастрофой, что я, сказали мудрецы, спроси, сделал, чтобы этого не было? Может быть я где-то малодушничал, у меня все было в порядке, все было хорошо, я не хотел лезть в это, а теперь сижу и плачу, потому что все плохо. А когда еще остается вопрос, почему Бог не отвел то или иное бедствие, сказали мудрецы, лучше поразмыслите о роли Всевышнего не в катастрофах, которые случились, а в катастрофах, которые не случились. Такие могли произойти в последнее время гораздо чаще, больше, чем мы сами видим, знаем, и написано даже самое страшное землетрясение, чепуха последняя с тем, что мы немножечко наделали на земле. То есть вопрос, мы опять возвращаемся к роли человека на земле. Один человек что-то там где-то перевернул, и весь мир ушел в карантин. Один человек создал империю, и придумал, что надо, например, еврея выгнать из страны, и гибнет Египет. Это мы ответственны за то, что мы делаем. Бог вручил нам эту землю, вручил для того, чтобы мы ее развивали, делали лучше, чтобы в этой земле мы готовились к очищению души, а не к такой курорт, на котором надо отдыхать и ничего не делать, тем более загрязнять его. Поэтому давайте немножко подумаем об этом. Бог устроил этот мир так, что мы хозяева мира. Браха вацлаха.